Добрый день, дорогие друзья! Рад нашей сегодняшней встрече. Сегодня у нас обсуждение с Юрием Демитковым, известным блогером и финансистом. И сегодня мы будем обсуждать, конечно, денежную тему, которую интересует сейчас очень многих. И есть ряд вопросов, которые стоит обсудить. Простой, ненавязчивый, основной. Итак, Юрий, у меня есть вопрос. Здравствуйте. Вот сейчас мы видим, что много всяких разных перемен происходит. Стоит ли сейчас начинать заниматься своими финансами или уже поздно, уже как бы все на самом деле закончилось, уже поздно? Какое ваше мнение? Заниматься финансами надо. И самое лучшее время для того, чтобы заниматься финансами, начать заниматься, это прямо сейчас. Потому что, если вы еще не начали, то вы уже здорово опоздали. Вот что я вам скажу. Ну, я поддерживаю Юрия абсолютно, потому что действительно заниматься финансами нужно, невзирая ни на что. Что бы ни происходило, своими деньгами нужно обязательно заниматься. Но возникает следующий вопрос тогда. А с чего же нужно начать тем, кто еще не пришел к такому мнению, или уже стоит на пороге, он действительно решил заниматься. Таких людей очень много. Потому что интерес к теме лично финансов сейчас просто неопьемый, большой. С чего же, собственно говоря, тогда нужно начать? Обновки целей, прежде всего. Потому что с какой целью мы начинаем сберегать деньги. Вот это очень важно. Дело в том, что я жил в свое время так же, как все. Значит, сколько я зарабатываю, столько я трачу. И у меня в результате не оставалось денег, в общем-то, ну ничего в конце месяца. Или там, ну, у меня были какие-то запасы всегда, там, тысяч пятьдесят, там, ну, и все. И я считал, что этого достаточно. А потом, однажды, я очень много работал, и однажды просто, грубо говоря, упал. И не смог больше работать, как загнанная лошадь. У меня, так сказать, случился сердечный приступ. Я понял, что все мы смертны. И что будет с моей семьей, я задумался. И поэтому я стал думать, на что же они будут жить, как они будут жить. И поэтому я пришел к выводу, что надо создавать не просто инвестировать, а создавать источники пассивного дохода. Вот это самое важное. И поэтому я задумался над этим и стал инвестировать. И когда я посчитал, я сначала думал, что доход, там, сто тысяч рублей, это что-то запредельное, и что для этого нужно наинвестировать столько, что, как бы, совсем невозможно. Но когда я прикинул, посчитал, у меня получилось, что я составил табличку, специальную стратегию накоплений, и там я прикинул, что за 15 лет, если мы откладываем всего-то сумму в 5 тысяч рублей в месяц, можно создать пассивный доход, да, если мы откладываем и инвестируем под 15% годовых, то есть я вот такую табличку составил, и если мы инвестируем под 15% годовых и откладываем 5 тысяч в месяц, то постепенно-постепенно, буквально через, там, 12 лет, у нас наши инвестиции начинают приносить больше 100 тысяч рублей. Здорово. То есть получается, это процент на процент регулярно? Да, это сложный процент всего лишь, да. Ну, у меня все-таки, еще хочу дополнить свой вопрос, понятно, что нужна цель, и это с этим все понятно. А вот когда цель появилась, да, нужны какие-то определенные шаги. Вот что же это за последовательность таких шагов, что нужно делать-то в первую очередь? Сразу там, что, откладывать вот эти вот деньги, да, под 15%? Что вообще, с чего начинать? Во-первых, да. С чего начинать? Во-первых, да. Сразу откладывать. Сразу откладывать. Просто буквально сразу начать откладывать куда, да куда угодно. Хоть под матрас буквально, как многие делают. Многие покупают доллары. Можно начать с этого, но лучше начать, там, 50% в рублях, 50% в долларах. И даже не важно, что они у вас не будут сначала приносить доходы, важно понять, что надо начать откладывать. Надо создавать подушку безопасности на будущее и искать возможности для инвестирования. Ну, самая простая возможность для инвестирования, когда я начал этим заниматься, это был депозит. Депозит давал, там, что-то 8% максимум. И я просто, так сказать, ну, сначала клал деньги на депозит и старался как-то заработать, там, кэшбэки всякие и так далее. Я клал деньги в доллары, я открыл накопительную программу зарубежную, инвестиционную. И я начал вот этим заниматься, по крайней мере. И постепенно я находил различные уже другие инструменты, когда этим занимаешься, можно найти другие инструменты, которые приносят, там, вот такую прибыль, такую прибыль. И все зависит от рисков, от инструментов. Но сейчас у меня некоторые инструменты дают больше 100% за год. Далее это акции, акции роста. Но акции это, в общем сказать, ну, как бы такая штука, которую надо выбирать. Я этим занимаюсь и рассказываю людям, как это делать. Понятно. Значит, я делаю отсюда вывод, что все-таки первое, что нужно всем сделать, это начать откладывать. И это депозит, как я услышал, да? То есть, ну, либо депозит, да? То есть, нужно действительно с чего-то начать. Потому что если не будет денег, начать-то будет невозможно. Ну, и это Юрий вот прямо сейчас вот продемонстрировал. Следующий шаг он сделал накопительную программу. Ну, это тоже здорово, потому что это фундамент некий финансовый. Хорошо. А вот последующие-то шаги, да? То есть, есть депозит, есть уже там накопительная программа. Теперь дальше что? Значит, нужно стать участником фондового рынка? Это обязательное условие или бонет? Нет, это не обязательно условие. Можно инвестировать куда уход. Надо просто создавать источники пассивного дохода. Надо их искать. Надо их, ну, как бы вот смотреть, на что обращать внимание. То есть, самое главное свойство пассивного дохода, это когда деньги идут независимо от того, работаем мы или нет. То есть, смотрите, ну, один из источников пассивного дохода – это депозит. То есть, мы положили деньги, процент капает, и мы совершенно можем не работать, а процент все равно капает. Это вот один из таких источников пассивного дохода. Второй источник пассивного дохода – это дивиденды от акций. Но, опять же, и депозит, и акции надо купить на огромную сумму, чтобы, ну, казалось бы, на огромную сумму, она накапливается, чтобы получать пассивный доход. Но когда я начал искать источники пассивного дохода, оказалось, что существует их огромное количество, источников пассивного дохода. И это, может быть, даже источники пассивного дохода, которые не связаны с инвестициями. Вот в чем дело. То есть, вообще ничего не инвестируем и получаем доход. Это вообще чудеса. Как это так может быть? Я думаю, что зрителям интересно, как-то ничего не вкладывая получаем доход. Давайте поподробнее, пожалуйста. Такая интрига уже возникла. Ой, это разговор грозил затянуться надолго. Хотя бы несколько слов. Хотя бы несколько слов. Смотрите, я, когда понял, что надо создавать источники пассивного дохода, я начал рассказывать об этом людям, потому что люди, которых я вижу, которые меня окружают, они живут точно так же, как и я всегда жил. То есть, они не заботятся о будущем, они не думают об этом. И я решил об этом рассказывать им и призывать их люди, давайте, значит, создавайтесь богатыми, создавайте источники пассивного дохода, которые помогут вам. То есть, на пенсию рассчитывать нельзя. Я долбился просто вот ко всеми, и я об этом рассказывал, потому что я решил, что это моя миссия, потому что... А потом я решил, что я, например, буду это делать через посредства соцсетей, потому что YouTube, соцсети – это огромный доступ к огромному числу людей, и я начал этим заниматься. И постепенно YouTube-канал набирал количество подписчиков, включилась монетизация, и сам YouTube-канал стал приносить мне деньги. То есть, каждое видео, которое я снимаю, его смотрят, ну, оно до сих пор там на канале, все эти видео, вы их можете посмотреть, мой YouTube-канал будет, я думаю, в описании. Вот. И эти видео приносят мне доход, потому что их смотрят люди постоянно. То есть, я один раз снял видео, сколько это стоило? Ничего. То есть, пожалуйста. То есть, я купил камеру, купил, значит, какие-то микрофоны, и, собственно говоря, я этим занимаюсь. Потом, значит, дальше, когда я начал об этом рассказывать, я занимаюсь фондовым рынком, я рассказываю, что на фондовый рынок надо инвестировать, как инвестировать. Ну, люди говорят, «Слушай, я ничего в этом не понимаю». Тогда я решил создать курс «Биржа для чайников», и я говорю, пожалуйста, вот вам курс, значит, вы можете так попить, так, так и так далее. И это тоже стало приносить мне доход, и этот курс «Биржа для чайников», ну, я его несколько раз снимал, значит, там, семь раз надо сказать. Вот. То есть, это было достаточно сложно, и я затратил много времени. полтора месяца я вел занятия живые, и курс «Биржа для чайников» полностью я старался сделать из человека, полностью из чайника, ну, по крайней мере, люди начинают понимать, что такое биржа, как инвестировать, куда инвестируешь, что такое облигация, и так далее, и так далее. И этот курс, он тоже продается, и тоже приносит мне доход, который, ну, можно сказать, пассивный, потому что вот тоже как вариант. И сейчас я людям и об этом рассказываю, как можно зарабатывать, и на этом тоже, и можно не создавать курс, например, да, а в качестве партнера, если размечены партнерские программы с разными банками, в том числе, там, Тинькофф, значит, там, Совкомбанк, и так далее, и те же самые брокеры тоже предлагают партнерские программы, об этом я тоже рассказываю. И могу сказать с гордостью, что за прошедший месяц, наконец-то, мой доход, ну, он еще, может быть, там, не полностью пассивный, но большая часть пассивного, он переварил за 300 тысяч рублей за месяц. Я очень долго стоял на 200 тысячах, но сейчас уже 300 тысяч. С этим можно Юрия только поздравить, да? Доход вполне себе хороший, дай Бог каждому. Что можно сделать, ну, то есть, какой вывод можно сделать? Юрий рассказывал про разные источники дохода, то есть, это соцсети, у Юрия это видеоканал, у меня тоже, кстати говоря, есть видеоканал, я тоже вижу в этом смысл. назвать это совсем уже пассивным доходом, наверное, все-таки не совсем будет справедливо, потому что, чтобы что-то появлялось на Ютуб-канале, и тем более продавалось, нужно, конечно, очень много трудиться. Поэтому здесь то количество подписчиков, которые есть на канале, это результат труда. Да, Ютуб-канал, это, безусловно, я же сказал, что это не совсем пассивный доход, то есть, приходится трудиться, потому что, если им не заниматься, то потихонечку идет, доход от Ютуб-канала затухает, значит, доход от новых продаж затухает, но там есть огромная часть, я говорю, что больше, чем 200 тысяч рублей, это пассивный доход. Ну, вот у меня часто спрашивают про вообще вот фондовый рынок, и вообще люди хотят денег, то есть, реально, скажем, сегодня люди хотят денег, люди хотят больших доходов, но получается вот такое противоречие некое, то есть, люди денег-то хотят, но при этом у них нет времени заниматься своими деньгами, то есть, нужно изучать, там, что-то анализировать, нет времени. Что же тогда, Юрий, делать тем людям, у которых есть желание все-таки зарабатывать, да, естественное желание, но времени у них, вот, изучать, углубляться, там, скажем, в структуру и вообще в этот фондовый рынок, потому что все это не так-то просто, у нас, ну, на сегодняшний день участников фондового рынка, хоть оно и увеличилось за последний год, все равно относительно немного, да, то есть, мало, скажем, людей, которые там работают и реально там зарабатывают деньги. А вот как же остальным там быть? Что, они вообще безнадежны, или можно что-то им порекомендовать? Как им двигаться? Нет, ситуация с фондовым рынком не совсем такая, как вы представляете, на самом деле участников уже очень много, за, ну, за прошедший год их количество просто вот катастрофически растет, буквально, углубленообразно. На 5 миллионов? Уже больше 10 миллионов, уже больше 10 миллионов россиян открыли брокерские счета, и это связано прежде всего с тем, что доходность по банковским депозитам снижается постоянно, поэтому растет популярность брокерских счетов, во-первых, и люди видят, что на этом можно заработать, и об этом я активно рассказываю, как открыть брокерский счет, как на этом зарабатывать, но, действительно, большинство людей, они простые люди, и они хотят заниматься тем, что им нравятся, финансы, большая часть людей, конечно же, хочет просто положить деньги, и чтобы они приносили доход, и чтобы ими не интересоваться. И для таких людей есть огромное число также инструментов, на том же самом фондовом рынке, он бесконечно разнообразен, так же, как наша жизнь, есть масса инструментов, которые позволяют просто инвестировать и забыть, инвестировать и забыть. Если мы добавляем деньги, то мы добавляем туда, значит, формируем портфель, и так же забываем, как минимум на полгода, на год, пожалуйста. Более того, я скажу, что если вы инвестируете на срок больше, чем 3 года, то по российскому законодательству вы не платите налог на доходы при продаже этого актива, насколько бы он не вырос, потому что актив это такая же собственность, и по гражданскому кодексу, так же, как и на машины, это распространяется, так же и на квартиры, вы не платите налог на разницу в цене, если вы владели этим активом больше, чем 3 года. Ну, существенная, существенная вещь. Да. Потому что не надо платить, поэтому... И не надо думать, то есть мы вкладываем деньги в какой-то инструмент, и все, он находится под управлением профессионалов, которые занимаются управлением финансами, а мы занимаемся там, ну, лечим людей, например, или учим людей, или там мы инженер, так сказать, там, например, на производстве, почему нет, или пожарник, вот, ну, все что угодно, и мы занимаемся тем, чем мы привыкли заниматься, чем мы постоянно занимаемся, а финансами занимаемся. Профессионалом. Это справедливо, что любым делом, значит, если заниматься профессионал, то у него точно лучше получится. Поэтому, конечно, одна из проблем, которая существует, это доверие, да, доверие организациям, доверие людям, которые этим занимаются. Многие думают, что сами они смогут решить свои задачи лучше, чем с помощью, там, кого-то. Ну, в большинстве случаев, к сожалению, так не происходит, поэтому об этом обязательно нужно задуматься. Ну, и вот теперь вот этот срок, который был там назван, на три года, то есть на самом деле вы можете сэкономить на налогах, а в том числе просто возникает вот такая, ну, особенная культура и подход к деньгам, связанная со временем. Потому что любые инвестиции, это все-таки время. Не надо думать, что можно создать себе какой-то капитал за короткий промежуток времени. То есть это дистанция 3, 5, 10, 15, 20 лет. То есть такой горизонт. Но у меня в связи с этим есть еще один вопрос. Хорошо, значит, в принципе, понятно, что нужно вначале накопить каким-то любым способом, да, потом, значит, какие-то инструменты себе открыть, ну, там, накопительную программу, потом, значит, о фондовом рынке. А вот самый главный вопрос, почему людям не удается этого сделать? Ведь все зарабатывают деньги. Согласитесь, что и у наших зрителей наведли бы зарплата, куда деваются эти деньги? И почему не получается? Да по той причине, что люди не знают, как накапливать. Поэтому у меня вопрос, а как тогда научиться-то? Как научиться делать понятные вещи? Я думаю, что все, что сейчас люди услышали, они соглашаются с этим. Уверен, что все, что мы говорим, не является какой-то такой непостижимой материи, да? А как же все-таки научиться накапливать? Ответ простой. Первый шаг это подписаться на мой канал на ютубе. Второй купить курс «Бижа для чайников», где я как раз именно занимаюсь обучением, работе с фондовым рынком, если это вы хотите научиться. Но на самом деле на самом деле голоса надо взять и начать откладывать, и все получится. Как это сделать? Как откладывать? Ведь люди знают, что, допустим, 10% про десятину слышали все, что десятину, десятую часть надо откладывать. Люди, с которыми я встречаюсь, с которыми вообще, скажем, работают финансисты, финансовые консультанты. Они все говорят, что да, это понятно, что это нужно сделать. Но не получается. Значит, люди не знают, как это будет. Есть простой ответ, вам любой консультант финансовый скажет, что когда вы получаете какие-то деньги, доход, то первое, что вы должны сделать, это сначала заплатить себе. То есть в размере 5-10% от суммы этого дохода. И чем раньше вы начнете, тем проще. Вам будет, грубо говоря, сколотить капитал. Но если вы этим занимаетесь достаточно поздно, пришли к этому, то вам придется откладывать больше. В частности, я уже начал, когда я это понял, я понял, что масса времени упущена, и поэтому я сейчас откладываю до 50% и даже иногда больше от своих доходов именно в инвестиции, потому что надо наращивать, наращивать, наращивать. Я могу только поддержать Юрию, что часть обязательно нужно приучить себя. Без этого не получится ничего. Нужно приучить себя, накапливать и делать это сразу. И дальше нужно еще, конечно, заниматься учетом своих финансов, потому что большинство людей не сильно представляет, куда деваются их деньги. Когда вы получите анализ того, как или куда направляется ваше деньги, тогда у вас будет больше ясности и понимания, где что можно изменить, где можно что поправить. Поэтому все начинается с банальной и простой операции или действия, это учет личных финансов. Вам должна быть понятная картина. И после этого можно формировать бюджет, строить планы, ставить цели, ну и безусловно, что это должно быть не сиюминутное желание, это должно стать нормой жизни. Потому что если это просто делать обращенный какой-то сегодня решил накапливать, а завтра передумал, ничего не получится. Ну хорошо, с этим разобрались. Юрий, я знаю, что вы участвуете очень активно в разных мероприятиях. Это видно и по видео, которые на канале размещены. Значит это я знаю, что это и семинары, и тренинги. А зачем собственно говоря, вот в этом всем участвовать, тратить столько времени, куда-то ездить, там что-то там, либо слушать, либо выступать, то есть зачем это все нужно, есть ли с этого какой-то толпы? ну я вам скажу так, когда у вас нет денег и вы общаетесь с кем? С теми своими знакомыми, у кого также нет денег, и у вас с ними общие интересы, и эти интересы затягивают, и когда вы общаетесь с теми людьми, у которых нет денег, то им интересно значит там пожаловаться друг к другу, а у меня вне ух, а у меня еще хуже, и это тупик на самом деле. А есть люди, у которых деньги есть, и на самом деле, когда мы общаемся, то есть когда мы хотим, чтобы у нас были деньги, а у нас в окружении таких людей нет, то прежде всего это надо поменять круг общения и свой круг общения включать людей, у которых есть деньги, у которых есть интересы, чтобы этих денег стало больше, и понять ну просто их ценности принять и ну вот это вот очень-очень важно поэтому поэтому когда скажем открытие брокер объявлять какие-то семинары или мероприятия то я обязательно туда еду стараюсь ехать потому что ну там присутствуют люди у которых сильно больше денег скажем чем у меня ну например там ну скажем у кого по миллион долларов а у кого-то и сто миллионов долларов и такие люди есть их достаточно много и я их вижу я просто когда ты с ними общаешься то эта энергетика она подпитывает тебя и ну совершенно неведомым образом как-то деньги ну буквально сами собаки начинают просто заявляться просто появляться потому что мы меняем при этом наше сознание поэтому обязательно надо общаться с теми людьми которые заинтересованы в том чтобы деньги были и чтобы они увеличились кстати говоря у нас воспользоваться уже случаем что 14 15 16 то есть это вот в мае месяце у нас будет тренинг двухдневный будет тренинг в Нижнем Новгороде снова потому что мы уже имеем опыт проведения тренинга именно в Нижнем Новгороде и там мы тоже будем рассказывать про финансы про возможности сегодняшние поэтому следите за анонсами будет еще дополнительная информация ну и чтобы было совсем уже ну скажем чтобы у вас появился прям планы желания заниматься я хочу попросить сейчас Юрия предложить первые три шага которые можно было посоветовать сделать нашим зрителям первые три шага вот что нужно делать один и два три ну если вы еще не начали откладывать деньги если вы еще не начали инвестировать то сделайте это немедленно то есть первый шаг это начните вот во что бы то ни стало откладывать деньги на будущее и эти деньги должны быть неприкосновенны то есть это деньги которые это ваша подушка безопасности что бы с вами не случилось но за исключением скажем там серьезная болезнь там или там потеря работы вот эти деньги должны быть неприкосновенны они могут быть прикосновенны только тогда когда то есть вы можете в них залезть только тогда когда вот совсем потеряли работу если не потеряли работу а там разбилось стекло в эту копилку никогда нельзя залезать вот это вот очень важно что их отделить и они вот это вот на такие случаи на экстрем на черный подушка безопасности она должна быть неприкосновенна я вам скажу так что когда я создал накопительную программу зарубежную то есть у меня ну в нашей жизни всегда бывают там какие-то хорошие полосы бывают черные полосы и когда я ее создавал у меня было достаточно денег чтобы туда откладывать 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 но потом у меня начались проблемы скажем на работе с бизнесом потому что у меня там повысили аренду значит там заказчики стали уходить потому что доллар резко подорожал и соответственно бизнес пошел на убыль точно так же через какое-то время и у жены то же самое короче говоря я влезал в долги долги превысили буквально 2 миллиона рублей но я говорил Юра ты способен зарабатывать и поэтому вот в эту копилку не залезать и во что бы то ни стало иди и работай и вот такой подход нужен к накоплениям прежде всего для себя создать то есть откладывать деньги начать ну Валерий Кладович сказал что нужно вести учет личных финансов я этим занимался потому что когда денег нет это особенно нужно мне люди говорят что у меня нет никаких финансов что там учитывать вот именно когда нет финансов их учитывать обязательно сейчас я их не учитываю ну вот каждый день потому что ну это уже нет необходимости у меня их достаточно просто сядьте и посмотрите то есть учет финансов о чем еще ваши активы ваши пассивы с этого надо начать какие у вас активы какие пассивы пассивы это то что у вас забирает деньги это ваши кредиты ваши кредиты по карточкам ваши кредиты по ипотеке посмотрите их и прикиньте сколько же у вас высасывают вот эти вот пассивы которые у вас есть и я вам скажу честно пассивы это не только кредиты это еще и машина дорогущая например да содержат которые у вас нет денег может быть от нее и избавиться вовсе и когда у меня например на производстве тоже арендные платежи просто вот съедали все это был пассив и я когда отказался от арендных платежей у меня очень здорово прошло все новое состояние сейчас у меня и на производстве нет проблем то есть вот этим надо заниматься полномерно и конечно же третий шаг это начать какие-то шаги по своему образованию это вот ну это одновременно и то и другое твити надо делать ну спасибо за ответ я думаю что последнее заниматься своим образованием на самом деле это самое главное потому что именно того как вы будете относиться что вы будете знать относиться к жизни относиться к той информации которую вы обладаете или которую сможете где-то подчеркнуть от этого будет зависеть во многом и результат поэтому собственное самообразование в первую очередь потом конечно нужно выработать безусловно какие-то навыки которых не хватает именно навык накопления значит управление своими финансами это нам очень важно ну и очень важно конечно с чем приходится сталкиваться очень многим это менять свои жизненные установки в том числе финансовые потому что если вы думаете что сегодня значит финансовая проблема она нерешаемая или что скажем там инвестором вам никогда не стать потому что у вас мало денег что вы очень молодой еще человек либо наоборот очень старый уже то есть это все всего лишь на все убеждения в любой момент можно начать меняться в любой момент можно строить новые планы действовать как-то по-другому и собственно говоря менять свою жизнь в лучшую сторону чего очень сильно вам хотелось самое главное чтобы у вас было хорошее настроение вы видите что сегодня у нас собственно говоря настроение хорошее поэтому мы сегодня поделились своими взглядами своим отношением собственно говоря и к жизни и к финансам поэтому большое спасибо Юрий за значит за ответы которые получили наши зрители используйте пожалуйста не просто смотрите это видео а сразу же строите себе планы и сразу же начинаете действовать всего самого наилучшего спасибо вам Валерий Кладыч я единственное что могу дополнить что для того чтобы у вас было хорошее настроение если у вас будут деньги за плечами у вас будет все хорошо у вас будет хорошее настроение и уверенность себе вот это вот абсолютно точно спасибо до свидания